Всем привет! На прошлом занятии я рассказала вам интересную, на мой взгляд, тему про фейковый поворот, а сегодня мы будем с вами разбирать следующую, не менее классную тему, на мой личный взгляд, это настройка рига персонажа, чтобы в дальнейшем делать анимацию той же походки, мимики и так далее. Сегодня будем разбираться, как это все делается, посмотрим, как работает Дьюик, естественно, чтобы сделать свое домашнее издание, вам нужно скачать Дьюик. Я показывала в более ранних лекциях, как это делается, где это делается, бесплатный скрипт, и давайте скорее начинать. Итак, я уже импортировала своего персонажика, он у меня, если вы помните, уже побит по слоям, я даже его сконвертировала в шейпы на всякий случай, потому что шейпы все-таки дают больше возможностей для анимации, поэтому я все уже подчистила, все сконвертила. Здесь как бы этап, думаю, вы уже знаете, поэтому не буду его показывать, чтобы не терять время. Давайте откроем наш Дьюик, вот он, и я его прикреплю сюда. Так, есть. Пара слов о том, как все-таки подготавливать персонажа еще дополнительно. Хочу сакцентировать на этом внимание. Старайтесь делать изначально композицию того размера, который вам нужен. То есть, если у вас не будет скейлиться персонаж, и он будет в кадре примерно такого же размера, то, естественно, оставляйте 1080 на 1080. Можно пытаться там потом все это дело скейлить, но просто мы сегодня будем использовать Puppet Tool, а он иногда как бы слетает, если зажимать кнопку коллапса. Поэтому просто моя рекомендация перестраховаться заранее и продумать заранее, что будет делать ваш персонаж, чтобы потом, когда вы будете его масштабировать, он у вас не начинал пикселить. И у вас не слетал риг из-за того, что вы нажали коллапс. Так что такая небольшая предосторожность. Так, давайте начнем анимацию с рук. И затем постепенно от более простого к более сложному будем двигаться. Более сложное в анимации тела это все-таки ноги, на мой взгляд. Итак, руки давайте перекрасим их. И я сделаю режим наложения Multiply, чтобы видеть вот это наше пересечение, этот кружочек, который мы с вами рисовали. Прежде чем мы начнем с вами делать риг для рук, он максимально простой, вообще здесь нет особых, скажем так, никаких секретов, я хочу сказать, что у нас существует два варианта. Делать прямую, прямую и инверсную кинематику. Что значит прямая кинематика? Давайте покажу. Я нашим инструментом выставляю опорные точки. Опорные точки это ключевой момент. Зажатым контролом я могу прям ровненько попасть в центр нашего круга, потому что уже все переведено в шейпы. Давайте отключать Multiply, нам больше не нужен. Я подчищу лимон. Я думаю, что они очень много кривые, потому что они очень хорошо выглядят при повороте. Так гораздо лучше. Возможно даже здесь чуток. Чуток подтянем, да? Проверяем поворот. Да, все окей. Тут еще у нас с вами вылазит косяк из-за того, что у нас здесь есть вырез. Поэтому, чтобы этот баг пофиксить, мне нужно просто докинуть строк. Он будет здесь тоненький совсем, незаметный и естественно такого же цвета, как и вся остальная рука. Все, теперь идеально. Я говорила о прямой кинематике. Прямая кинематика, когда мы с вами все это дело привязываем. Значит, ладошку к предплечью, да, и предплечье к плечу. И таким образом, можем с вами отдельно вращать каждую часть руки, как нам нравится. То есть, полностью управляем всеми суставами самостоятельно. Но есть инверсная кинематика. Она здесь в дюйке обозначается IK. Вот. Когда мы с вами все дело привязали, выбираем три наших кости, скажем так, да, три слоя. И говорим AfterRig IK. Происходит магия, появляется контроллер, за который мы можем с вами тянуть. И таким образом, мы, скажем так, анимируем только один контроллер. Но при этом у нас происходит автоматический изгиб в суставе. Это у нас инверсная кинематика. Мы будем делать с вами походку персонажа. Поэтому для рук инверсная кинематика здесь не очень подойдет. Потому что у нас будет анимация туловища. Постоянно будет происходить, скажем так, такой завтык. Вот, например, у нас выпрямленная рука. Представляем, и туловище поднимается вверх-вниз. У нас будет вот эта история. Придется все это делать дополнительно, анимировать. Не очень прикольно. Плюс мы будем делать с вами небольшой залом, когда рука идет в захлёст назад. Когда персонаж будет махать руками. А с IK залом не получится. А мне лично хотелось бы показать такую более мультяшную историю. Где можно утрировать, где не стоит и так далее. Поэтому для рук я советую сделать все-таки прямую кинематику. Просто выставить анкер-поинты, привязать одну к другому и на этом закончить. Инверсную кинематику мы будем использовать с вами для рига ног. Но перед тем, как начнем ригать ноги, я хочу сделать несколько таких замечаний. Мы с вами резали ноги на два слоя. Бедро вместе с пелвисом, с тазом. И затем голень и стопа. К сожалению, единого, скажем так, единой системы, как все нужно порезать или как все ригать, только так и не иначе, нет. Потому что риг достаточно такая интересная история. Каждый может делать по-своему, как ему удобно. Он может одни и те же знания модифицировать под своего персонажа и добиваться каких-то совершенно невероятных, скажем так, результатов. Поэтому, начав работать с этой конкретной ногой, я пришла к тому, что мне нужно немного модернизировать, скажем так, все свои слои. Поэтому я порезала, так как я резала все теми же инструментами, которые мы с вами смотрели до этого в авторе. Можно это все делать заранее в иллюстраторе перед импортом, поэтому без разницы. Принцип здесь один. Я просто хочу дополнительно сориентировать вас, сделать на этом акцент. Я отрезала отдельно таз. Вот он. Отдельно у меня бедро. Заметьте, везде, где у меня сустав, у меня стоит кружок. Поэтому этот принцип, он един, он везде. Один и тот же. Интересный момент с голенью. Здесь есть кружок в колене. И еще есть такой круг в моменте, где у нас крепится стопа. То есть здесь мой слой заканчивается таким полукругом, кругом, неважно. И отдельно у меня еще слой со стопой. Вот он. Давайте же выставим наши анкре-пойнты, где у нас их нет. Пелвис у меня где-нибудь по центру, примерно здесь. Давайте так и оставим. Нога, нога, которая бедро, у нас должна быть в центре кружочка. Есть колено, естественно, в центре, где у нас кружочек для колена. Сейчас отключу бедро, чтобы легче было попасть. И что касается непосредственно самой стопы, мне не важно, где здесь будет анкре-пойнт на самом деле. Давайте его примерно в центр. Потому что я буду это делать с помощью папетов. Обратите внимание, для ног я сейчас ничего, ни к чему не привязываю, чтобы у нас потом не было непонятных обрезок. Так. Фут, фронт, лэг, переименую. Есть. Давайте расставлять папеты. Папет-тул очень классный инструмент. Но у него есть свои, скажем так, секреты, подводные камни, с которыми нужно немножко будет бороться или учитывать их в процессе работы. Итак, обратите внимание, я ставлю на стык своей стопы, то есть где у меня идет щиколотка, если бы это был реальный человек, да, где у вас стопа сгинается. Затем на пятке, на таком же уровне, на носке и на изгибе для самого носка посередине. Между этими тремя точками. Примерно. Давайте раскрываем папеты. Мэш. Деформ. Вот все наши точечки, все наши папеты. Если я тягаю за какую-то точку, то, видите, у меня изменяется форма под влиянием этой точки. Вот эта сетка, которая отображается, это сетка мэша. Мы можем ее включить-выключить в режиме папе-тул. Вот, могу показать, могу скрыть. Следующий параметр. С-тейт-три я всегда ставлю чуть больше, где-то, ну, больше нуля, я имею в виду, чтобы сетка была не прям по размеру мэша, да, не прям по размеру вашего объекта, а чуть-чуть, чтобы у нас не было никаких обрезок при деформации. Поэтому два-три мне вполне подойдет. И следующий параметр это количество треугольников в этом мэше. Старайтесь не перебарщивать. Мне сейчас, думаю, вполне хватит на трехсот. Потому что чем больше треугольников, тем вроде бы, да, детальнее сетка и лучше трансформация будет. Но если часто использовать, много использовать папе-тул, то железо, компьютер у вас, ну, повиснет, и ему будет все это делать тяжело просчитать. Это что касается папетов. Давайте все их выделим. И так как мы делаем с вами рик, нам очень важна нумерация, нам очень важны имена наших слоев, поэтому нам все дело нужно хорошо переименовать. Так, здесь выбираем с вами pins, нумерацию включаем, и давайте это дело все как-то обзовем. Front, foot, допустим, bn, кости, bone. Говорим rename, видим, все переименовалось. Теперь, не снимая выделения, иду на свою вкладочку rigging и нажимаю add bones. Сейчас автор создал мне дополнительные такие пины, это уже шейпы, которые управляют нашим папет-тулом, и я могу тянуть за эти шейпы, за эти контроллеры, да, и у меня будет деформироваться моя форма. Это нужно для того, чтобы мы могли с вами между собой наши папеты увязать, чтобы одно линковалось к другому, потому что просто голый папет с помощью папет-тула мы не можем увязать, просто это отдельные точки, которые влияют на весы. Давайте все это дело привяжем. Итак, носок, я имею ввиду изгиб носка и пятку, мы вяжем, естественно, к главному этому контроллеру. Мы его даже можем переименовать непосредственно foot main какой-нибудь, а самый край носка мы вяжем к изгибу, к вот этому. И таким образом, если я буду сейчас вращать свой главный контроллер, то у меня вращается целиком вся стопа. Если я буду вращать этот, скажем так, контроллер, то у меня вращается только носок. Но обратите внимание, сейчас я вращаю носок, а у меня реагирует еще и пятка. Это не совсем то, что я хотела, поэтому мне нужно настроить весы влияния на mesh. Я выбираю свой mesh, и здесь нам нужен инструмент puppet starch tool. Выбираем его и ставим точку, чтобы зафризить, заморозить эту область. Здесь у нас есть параметр amount. То есть, насколько мы будем влиять на эту точку. И extent, это насколько далеко будет распространяться наше воздействие. Давайте как-то так. Мы всегда можем проверить. Вот я поворачиваю носочек и вижу, что пятка у меня никак не реагирует на то, что мне нужно. С ногой мы разобрались. Давайте теперь все, что мы наригали, сейчас дно к другому и сделаем инверсную кинематику. Итак, основной контроллер для своей стопы я линкую к голени, к вот этому слою. Давайте его найдем. Есть. Теперь голень я линкую к бедру. Давайте к бедру. Вот он. Обратите внимание, что слой фут, на который мы с вами применяли Puppet Tool, я не линкую ни к чему. Мне это не нужно, потому что у меня за его деформацию отвечают мои вот эти Puppet. Я это не зря говорю, потому что иногда в попыхах или как-то в неожиданном порыве все прилинковать ко всему, можно это дело прицепить к какому-то из слоев и в результате у вас полетит ваш Puppet Tool и будет ужасная деформация этого слоя. Поэтому не делайте так. Мы линкуем это к этому, а это к этому. Я также не линкую пока ничего к pelvis, обратите внимание, потому что прежде чем все залинковать к pelvis, к основному объекту, который будет управлять ногами, мне нужно сделать инверсную кинематику. Это опять же важно, потому что иначе у вас просто все слетит, если вы прилинкуете к pelvis. Я выбираю три своих основных объекта. Напоминаю, это бедро, это голень и это наша стопа. После того, как я все это дело выбрала, самое время нажать After Rig IK. Давайте нажмем. Есть. И у нас появился наш контроллер. Теперь, если я его потащу, то мы видим, что у нас полностью сгибается нога. Все очень круто. Мне лично очень нравится. Все классно. Если вдруг у вас получилось так, что нога у вас в другую сторону выгибается, это не беда. Просто кликните здесь в настройке IK Reverse и оно отобразится в обратную сторону. Кроме того, у нас здесь есть еще параметр Stretch. Мы можем с вами его отключить, и тогда не будет такой растяжки. Ну, здесь на самом деле это все не важно, потому что я буду это дело контролировать руками. Но если вдруг, вы знаете, где это исправить. Теперь уже мы можем с вами все это дело прилинковать к нашему pelvis. Наше бедро я линкую к pelvis. И таким образом, когда он будет у нас нагинаться, да, сейчас там вторая нога торчит, но тем не менее, будет нагинаться, то у меня будет автоматически сгибаться колено. Вот здесь мне критично, чтобы была инверсная кинематика, конечно же. Так, нам осталось туловище. Давайте сделаем теперь туловище. Чтобы настроить туловище, мне прежде всего нужно нарисовать такую рамку на своем слое. Для того, чтобы Puppet Tool у меня сделал нужный мне меш, не по форме самого слоя, да, а чуть больше, чтобы в дальнейшем, если я захочу анимировать, допустим, легкий поворот или как-то деформировать свое туловище дополнительно, у меня был такой небольшой зазорчик, чтобы не было стык-встык рамка Puppet Tool. Поэтому давайте чуть подгоним. Как-то так. И теперь можем ставить Puppet Tool. Где-то так. Кроме того, обратите внимание, касается любых моментов, связанных с Puppet Tool, то ли это для тела вы используете, то ли для ног, для чего угодно. Всегда проверяйте, чтобы у вас был всего один эффект Puppet, потому что если будет два и больше, то тогда графика будет некрасиво обрезаться, и просто эффект будет работать некорректно. А нам это совершенно не нужно. Давайте открываем все пины. Вот они. И тоже давайте переименуем. Пины номер body band есть. Давайте добавим, кстати, нижнее подчеркивание. Старайтесь работать с нижними подчеркиваниями, а не с пропеллами, потому что, опять же, бывают косяки, бывает не совсем корректно работает. Это RIG, поэтому предостереваю вас, скажем так. После того, как мы сделали с вами корректные имена, на Puppet, давайте сделаем кости из них. Есть. И теперь можем и даже скрыть наш вот этот слой, наш ректангул, потому что Mesh мы уже с вами получили. Давайте привяжем одно к другому. Это к этому. Это к этому. Если у меня есть достаточно времени, я еще добавляю дополнительные контроллеры, которые просто выглядят лучше, и мне с ними, скажем так, визуально проще работать. Вот в такой кладочке Create Controllers я нажимаю, выделив предварительно свои пины, нажимаю эту иконочку, и у меня именно в том месте, где стоит мой пин, создается дополнительный контроллер. Он ни на что сейчас не влияет, он просто выглядит визуально более понятно и более просто, чем эти пины, конкретно для спины. Поэтому я просто иногда перепривязываю это все дело. Плюс, давайте обзовем это как-нибудь. Control Neck, Control Chest и Control Spine. Давайте привяжем. Просто одно к другому. Тот пин, который здесь стоит, привязываю к тому контроллеру, который стоит ровно в том же месте. Так, это могу дело все прятать. Чисто визуально легче. Если вам не критично, можете оставить те, которые и были на самом деле. Поэтому вообще без проблем. Теперь спайн я могу привязать к pelvis. Вот он. Есть. И если я покручу наш чест. Давайте проверим. Если я покручу наш чест, то ничего не меняется, потому что между собой они не связаны. Нам нужно сделать все, привязать. Мы привязывали пины, теперь нам нужно один привязать к другому. Neck, Chest. Chest, Spine. И вот теперь, если я покручу, у меня будет дополнительный наклон. А здесь, опять же, можно докинуть старчи, попробовать на наш меш. Давайте докинем, попробуем. Можно несколько старчи докинуть. Несколько старчей. Так что, в принципе, можно экспериментировать. Какой эффект вы хотите получить такой и пытаться. Но здесь слишком огромное влияние получается. Это не совсем то, что мне хотелось бы. Так, вот он. Давайте так посмотрим. Ну да, так уже гораздо поаккуратнее, чтобы у нас не отрывалось наше тело. Ну, а нам осталось не так много. Нам осталась шея. Давайте шею. Привяжем. А можно было бы сразу поставить в нужное место наш контроллер. Но мне было тогда не слишком критично. Давайте просто сдадим новый. Будет хелпер, а это будет именно контроллер. Нек. Моим основной. И мы привяжем его к нашему хелперу. Вот это хелпер. Я могу его даже спрятать. Спину тоже могу спрятать. Потому что я не буду ими пользоваться. Мне нужны только эти контроллеры. Ну, и давайте привяжем наш слой с шеей. Есть. Сразу же старайтесь проверять, что вы там привязали и за что. И теперь у нас остается голова. Голова где-то здесь крепится. Давайте тоже создадим контроллер. Немного уменьшу. Подробнее о том, как настроить голову, поговорим чуть попозже, когда будем делать уже мимику. Давайте сейчас базовые моменты. Это у нас контролл хет. Находим наш угол. И давайте все вяжем к нашему контроллеру. Проверяем. Мне не совсем нравится точка опоры. Да, у нас не совсем удачно поворачивается голова. Поэтому я сначала отвяжу. А потом немножко поменяю точку опоры. И перепривяжу. Проверяйте все сразу, чтобы не было потом никаких косяков на анимации. Было легче. Вот так гораздо лучше. Не убегает затылок, скажем так. Так, ну и теперь контроллер хет к шее. Давайте проверять, что у нас привязано, что у нас не привязано. Тащу за пелвис. Вижу, что у меня все привязано, кроме рук. Плечо я вяжу всегда не к шее, а к честу. Это критично. Вот я сгибаю, у меня вращается рука. Чтобы наша анимация не совсем грустная из-за того, что у нас практически нет никакой анимации на лице. Я предлагаю обратить внимание на волосы. В зависимости от того, какие волосы у вас. Возможно, вам придется добавить пуппету. Точно так же проставить пуппеты. Все это дело связать для более длинных волос. Если у вас что-то такое же, как у меня, не слишком такое выдающее, будет вполне достаточно анимировать либо поворот, либо бенд накинуть, который мы с вами уже проходили. Для того, чтобы анимировать волосы. Еще можно заанимировать глаза. Глаза можем с вами заанимировать, например, по скейлу. Ну и чтобы сделать это, на самом деле, чуточку более профессионально, давайте коснемся немножко вопросов, связанных со слайдерами. Со слайдерами более подробно мы будем разбираться, когда будем, опять же, заниматься мимикой. Но сейчас давайте основные моменты, чтобы просто персонаж выглядел более живым. Итак, мне нужно проставить в скейле несколько ключей. По какому принципу я это делаю? У меня будет интервал в один кадр. То есть, среднее, первое значение, крайнее, левое, середина и самое крайнее, правое значение. Потому что у меня будет слайдер двигаться по горизонтали. Здесь у меня глаза будут моргать. Поэтому я увожу их вот в такие точечки. Кроме того, я могу всегда сделать дополнительную анимацию, чтобы у меня глаза не были такими прям узкими. Да, чтобы у меня был легкий squash and stretch. Я для этого заанимирую паз. Первый кадр. Глаза открыты, как должны быть. Второй кадр. Давайте растянем наши глаза. Есть. И то же самое сделаем для второго. Можем даже, кстати, использовать репитер. Никто не запрещает, чтобы сэкономить времени. И так можем еще побольше даже. Главное, нос положить на передний план, чтобы он перекрывал глаза. Есть. Вот. Таким образом у нас получается два кадра. В середину можем удалить. Автор сам ее просчитает. Мы заготовили с вами анимацию под слайдер. Где найти этот самый слайдер? Находится он во вкладке Links and Constraints. И мы выбираем с вами коннектор. Но нам нужен не просто коннектор, а вот этот самый-самый первый. Вот создался наш коннектор. Выбираю точку. Давайте перекрасим немножко, чтобы было видно. Сделал белую рамку. И выбрав нашу точку слайдера, нам нужно здесь выбрать также параметр Connect to Properties. Обратите внимание, чтобы у вас стояло value, чтобы стояло минус 100, это важно, чтобы у вас слайдер был корректный. После чего выбираем с вами наши ключи, которые мы будем привязывать к нашему слайдеру и нажимаем Connect to Properties. Есть. Так как слайдер у нас стоит посередине, серединное значение какое-то у нас подразумевается, то его естественно так немножко покорежило. Давайте сдвинем вбок. И таким образом, анимируя вот этот слайдер по позиции, я могу делать ему моргание. Давайте посмотрим, что вышло. Класс. Моргание достаточно быстрое движение, но при этом оно очень быстро и легко делает вашего персонажа живым. Он уже не как зомби со стеклянным взглядом. В принципе, на данный момент нам этого будет достаточно для того, чтобы сделать нашу походку Рик. Всегда можно видоизменять, подстраивать под себя, делать более сложным, делать более простым. Основная, скажем так, идея, основной посыл, думаю, понятен. Прежде чем закончим текущую лекцию, я хочу еще буквально пару слов сказать о Риге для, скажем так, конечностей колбасок. Когда у вас здесь нет такого жесткого сочленения, как есть у меня, нет такого угла. Представим, что нога у меня полностью на одном слое. Единственное, что все равно отдельно идет Пелвис. Суть та же самая, просто я проставлю все папеты на один единый слой, где у меня будут суставы. Итак, у меня будет, конечно, сустав здесь, колени, где крепится стопа и дальше тоже самое пятка, носок, изгиб для носка. На этом, в принципе, все. Все так же самое, точно так же я переименовываю. Да, как-нибудь там, лэг. Принцип точно такой же. Затем создаю кости и привязываю просто папеты, не слои уже, а именно полностью папеты, чтобы у меня был такой единый ритм на это все дело. Это нога, это у нас вяжется к коленке, а коленка к ведру. После чего, когда все я провязала, все классно настроила, я делаю айкей, все то же самое. Но теперь, я забыла привязать эту штуку. Но теперь у меня будет такая более плавная, скажем так, линия здесь, более плавный изгиб. Но опять же, мне под мою задачу, это здесь, ну, совершенно не подходит. У меня здесь, ну, ужасный этот залом. Я изначально рисовала под совершенно другую анимацию, поэтому для меня эта технология здесь, ну, вообще никак не работает. Но если у вас, условно, руки, ноги, колбаски, то почему нет? Можно попробовать, можно поработать и с таким ригом. То же самое касается полностью рук. Принцип тот же самый. Вы просто проставляете папеты в местах, где у вас суставы. Ну, а на этом с ригом для походки мы с вами заканчиваем. Единственное, что я не рассказала, так это то, что риг нельзя скопировать. Поэтому вторую ногу и вторую руку вам нужно ригать самостоятельно, заново. Естественно, магии монтажа я сейчас не буду показывать, потому что это тот же самый процесс. Но, знаете, скопировать нельзя, поэтому придется все дело ригать заново. Единственное, что попадайте в те же места, чтобы у вас везде были одинаковые пины, одинаковые точки, анкерпоинты, чтобы не было такого, что у вас для одной ноги управляющий элемент находится в этой точке, для другой ноги в этой точке. Это неправильно. Тогда у вас будут несимметричные движения, это будет бросаться в глаза, и вы потом просто намучились. Поэтому все четко, ровно, в те же точки, просто для другой ноги, для другой руки. Ну и, как я сказала, лицо мы будем с вами чуть более детально ригать, когда будем делать мимику персонажа. Ну а на домашнее задание вам, естественно, идет риг своего персонажа, полностью его подготовка под анимацию. Поэтому на этом у меня все. Всем пока!